Друзья, товарищи Камрады, всем здравствуйте! Сегодня вот такое вот удачное бритьё, да? Насколько оно будет удачное, покажет время. Буквально, наверное, минут 20-25, а то и 30. Сегодня выездное бритьё, и бриться сегодня будем вот такими вещами. Бритва. Китайская, насколько я могу знать, Jungle Story, да? То, что можете увидеть с распаковочки, могли видеть, ссылочку добавлю, можете увидеть, да? Брились мы такой бритвы, ну, наподобие такой бритвы, только одна сторона была открытая, другая закрытая, да? Ну, неплохо, да? Мягенько, мягенько бреет, лезвиями. Лезвиями сегодня будет вот такой вот Big Astor. Кстати, на подстраховочку с собой ничего не взял, так что, как получится, получится плохо, значит, так тому и быть. Так, вот так вот они выглядят, вот такой вот конвертик. Из ващённой бумаги конвертика нету, просто в этом фантике находится. Сейчас мы загрузим Jungle Story. История джунглей, да? Китайская. Вот по вылету то, что можно будет увидеть. Просто шикарно, да? Отлично, всё хорошо. Надеюсь, бритвы пройдёт мягко, комфортно. Так, за косметику. За косметику сегодня у нас будет отвечать вот такой вот крем Man Rock. Можете тоже увидеть Бриллис, наверное, самое первое, где-то, может, второе, третье, четвёртое видео на моём канале. Крем мне не особо понравился, ну, может быть, тогда взял мало. Сейчас возьмём побольше. Чёрный гранат, да, Black? Да, чёрный гранат. Ну, аромат, аромат очень, очень хороший, очень интересный. Так, хорошо. Вот, можно увидеть, да, пригодилась чашка от Яки. Силиконовая складная выездная командировочная. В этой чашечке будем сбивать. Всё шикарно, не на лице, да, как тот раз. Так, за помазок будет отвечать, да. По мазкам сегодня будет одноимённый Man Rock, да, такой малыш, наверное, где-то 20, ну, может быть, 21 миллиметр. Синтетика не из лучших, такая довольно-таки колючая. Ну, да, особо он мне не понравился, но ничего страшного. Так, предлагаю сразу. А, автоши. Сегодня будет вот такой вот клабан маски. Фуфырик, пробничек, 50 миллилитров. Ну, как пробничек, 50 миллилитров, миллилитров считают такая отдельная боевая единица. Так, ложечка сегодня вот такая вот у нас. О, слушайте, давно не пользовался, он прям, прям слежался такой твёрдый стал. Ну, надеюсь, надеюсь, там этого хватит. Сейчас попробую в силиконовые чаши приклеить, разместить. Не знаю, насколько, конечно, это получится. Я что-то надеялся, что он будет более мягкий. Да. Сейчас мы его тут прилепим каким-нибудь образом. Вот то, что получается. Сейчас я всё покажу. Хотя вряд ли будет видно, да? Белое на белом. Ну, вот так вот. Прям в серёдочку мы разместили. Так, руки сполоснём. Мыльцы сразу уберём, закроем. Так, что нам осталось, да? Давайте немножко смочим мы помазок. И начнём пенопроизводство. На улице, да, вот такая пасмурная погодка, дождичек. Прям для съёмки самое то. Соседи не будут подгонять газонокосилками, как в тот раз, да? Потому что мокрую погоду никто не косит. Слава богу. Так что сегодня прям звёзды сошлись. Всё нам благоволит. Так. Давайте водички немножко. А то как-то по-сухому забор идёт. То, что у нас получается. Отличная чаша, да? Можно было посмотреть на том обзоре. На, не предыдущем, а прят-прят, да? Такая довольно-таки в руке держится. Не особо мнётся. Ну, конечно, бортики мягенькие, да? Но здесь стоит стальное кольцо. Видите, оно немножко темнее можно видеть. И дно такое довольно-таки... Ну, прогнуть можно, но нужно приложить усилия. Дюжи. Или не дюжи. Так. Давайте ещё немного воды добавим. Погода комфортная. Тепло. Тепло. Лето. Хотелось бы, да, почаще такие видео на природе снимать. Но то, что имеем, к сожалению. Хотя бы раз в годик. Так. Ну и, в принципе, всё. Как я понимаю, там немножко ещё осталось. Давайте немножко... Ух-та! Смочим. Щетине, по-моему, дня три. Да, вот. Каляет. Колит. Каляет. Каляет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Что плохо, зеркало я не взял, да? Приходится бриться на телефон. Не особо не видно, что там по пене. Ну, по-моему, вроде неплохо. Ну, по крайней мере, пахнет. Пахнет хорошо. Вот так. Давайте немножко сполосим, прогреем станок. Блин, надо было сразу его положить, да, чтобы он успел нагреться. Ну, в принципе, ладно, пойдёт. Давайте первый проход по росту. Не зарежь, да? Так, Jungle Story, Big Pastor. Первый проход. Ну, по первому проходу уже ясно то, что... Ясно, что ничего не ясно, да? Ха-ха. Что начинает тянуть. Не очень комфортно. Ну, может быть, против роста поперёк будет получше. Так, бок мне не видно, не промахнуться бы. Там ребята писали в комментариях по поводу помазков. Чем отличается... Так, что-то такое ощущение, как будто он не зак... Чем отличаются помазки с щетиной табана, с форсом барсука, да, и с синтетиком. Ну, во-первых... Во-первых, отличаются самим борсом, да? Как ни странно, антоптология такая. Так, ну, а следующее потом, да? Сейчас договорим. Давайте немножко пену уберём. С лица сейчас тряпочку выжмем. Так, отлично. Ух, сразу ветерком обдало. Так. Ну, отличаются... Ну, вообще, да, борсом. Брусачок, он такой более мягенький. Брусачок мягенький. Кабанчик, кто хочет... Такой массажик на лице, да, немножко пожёстче ведёт себя. И синтетика, ну, преимущественно мягкая, да? Если человек не хочет заморачиваться, в принципе, можно бриться синтетикой. То есть, брать помазок из синтетики. Он намного проще сбивает пену. Сбивает густую пену, хорошую пену. Так, что-то там соседи буянинят. Так, и второй проход поперёк. Вот лично я, наверное, преимуществом всё-таки отдаю синтетика. Потом у меня идёт, наверное, кабанчик всё-таки. Да, такая иногда хочется. Прям руки тянутся кабанчиком. Ну, и в конце уже брусачок. Не особо я почему-то любитель брусаков. Ну, неплохо. Ну, опять же, у каждого ворса, да, есть своя градация. Те же брусаки есть. Серый барсук, да, такой начальный, самый дешёвый. Он, в принципе, и колется, и хуже пену сбивает. Есть такие, как двухполосные барсуки. Кисты. Сильвертип, да, серебряный барсук. То есть это одно и то же животное, насколько я знаю, только волос. Ворс. Взят с разных частей. Тела. Тельца. Это шпёрки. По-моему, серебряный барсук это сколки, да. Двухполосный откуда-то ещё. А серый в сосраке. Шучу, шучу, конечно. Может быть, я что-то путаю. Да, есть ещё. О, вот тут дождик прям разошёлся. Я не знаю, меня вообще слышно, нет? Есть ещё манджурский барсук, да. Тоже интересный. Довольно-таки мягенький такой. По кабанчикам есть бельёные, то есть отбелённые, украшенные. Тут, в принципе, пока сам не попробуешь, я думаю, что-то посоветовать трудно. Потому что посоветуешь, допустим, того же барсука, да, и причём они стоят, ну, не дёшево. Человеку может не понравиться. Да, сейчас совет это такое посредственное дело. Так. Хорошо. Третий проход. Против. Не знаю, насколько вам слышно дождь. Такая ASMR-бритё, да, получается. Так же и по синтетике. Тоже разная градация. Сейчас, по-моему, самая последняя синтетика от фрэнкшевинга. Тоже, может, у меня обзор был. Да, обзор был. Посмотреть. Синтетика нового поколения. G7. У нас больше такая, по ощущениям, наверное, приближенная к бурсучкам. Так. А, бакадо забыл. Так же ещё лошадки есть. Но, знаю, многие производители делают большой лофт, и он как тряпка получается, эта лошадка. Хотя, у меня есть один бумазок от OPS Epsilon. Ручку мне пересадили от Zenith. Довольно-таки упругый, хороший. Но колется, да. Немножко опять, кого-то смущает, но немного колется. Да, и по синтетике градации, ну, допустим, взять те же яки. Допустим, ну, сколько я пробовал в яки, ни одного помазка плохого не попалось. Отличаются, да. Некоторые там есть с хребтом, некоторые совсем мягенькие, некоторые пожёстче. Ну, допустим, вот эта синтетика, она совершенно, наверное, начального уровня. Не, конечно, не того уровня, да, что там, как раньше были, леска. Так, что у нас осталось? В принципе, довольно неплохо. Ну, шея, да, шея немножко осталась. Добревать придётся. Ну, слушайте, и крем неплохой, да? Зря я жаловался, скользит. Ускольжения хватает. Реакции на кожу никаких нету. Неплохо. Правда, не знаю, где сейчас такой крем достать. Я брал в этом польском магазине, как он называется? Назывался, да? Сейчас там купить нельзя. А, майка. Вот, вспомнил. Угу. Угу. Ну, вроде, вроде, без порезов. Что уже неплохо. Ух, ветерком прям мокрый кожа обдает. Так, хорошо, ну давайте ещё, чтобы наверняка ещё лицо тут промочим, пропитаем. Так что, да, уже можно подводить итоги. Сегодня бритьё не просто удачное, да, а удачное. Всегда плюс, когда получается побриться не в квартире. Сейчас немножко лицо подсохнет и облагородимся вот таким вот клапаном. Вот он, клапаном маска. Такой фонфюрик, 50 миллилитров. Убрал, не помню где, по-моему, на зоне. Давно-давно. Ну, по аромату, слушайте, мне очень прям вот, наверное, попадание процентов 90-85. Old Spice, вот это индийский оригинал. Прям очень-очень здорово напоминает, но здесь он такой немножко более сладковатый. Так, ну давайте нанесём. Такой скупой дозатр у него. Вот, набрали. Ну, слушайте, кожа пожгла. Не местами, а прям всё лицо. Но сомневаюсь, что прям уж очень сняли эпидермис, потому что бритьём довольно-таки мягкое получилось. И, ну, да, DFC. С плюсом. DFC плюс. Так, сейчас я руки. Ветров. Промоем. Так, ну и с чего начнём? Давайте начнём, наверное, со станка. Слушайте, станок, о, хорошая, добротная, такая лошадочка. Стоит около полторы тысячи. Брал, по-моему, Amazon Wildberries, Marketplace, насколько я помню. Напыление, ну, сразу нужно было посмотреть на распаковке. Напыление, то есть покраска мне не очень понравилась. Потому что реально видно, что это прям напыление было на металл. Местами оно немножко просвечивает, такое не белое, а тёмное, да. В принципе, голова очень-очень похожа на R89. В принципе, да, опять же, в принципе, бреет также мягко, неплохо, относительно чисто. Может быть, этому поспособствовали вот эти лезвия, да. Лезвия довольно-таки агрессивные, да. Но не как жёлтый биг, чуть помягче. Комфортное лезвие в мягких станках. Отлично, всё отлично. Станок, ну, почему бы и нет, как если, допустим, не гоняться за всякими, там, вольфманами, да, розороками и ещё там за чем-нибудь. Если просто бриться, то этого вполне достаточно. Неплохо выглядит, но, опять же, да, надо смотреть. Закрытый, открытый, двойной. Потому что в том магазине, когда я покупал первый тот золотистый станок, да, там не было указано то, что он и открытый и закрытый, да, то есть двойной. Никакой я не было информации, купил и удивился немножко, немножко удивился. Так, ну, всё, всё впиталось отлично. Лосьон просто шикарный, да, многие пользовались плабанами. Прям великолепно. Очень нравятся мне плабаны, как по аромату, как по стойкости, да, и, в принципе, и по таре, да, там, большие, по-моему, по 177 миллилитров. Хорошая штука. Так, про чём ещё не сказали? А, этот лазочек с мылом. Ну, крем, да, изначально был крем, который превратился в такое довольно-таки плотное мыло. Удивительно, еле отковыряло. Аромат, ну, отличный аромат. Да, действительно, пахнет гранатом, всё отлично. По ТТХ. Сегодня мне всё понравилось, и скользило, и по скольжению было, прям, даже сам удивился, да. Ещё, когда ехать сюда, думал, взять или не взять, или взять какой-нибудь крем. Типа, делать трэмпер, ещё что-нибудь там. Но, сегодня всё сошлось, да. Единственное, ну, помазочек такой себе не очень, на самом деле. Ну, то, что он маленький, это как раз вот для этой чаши просто великолепно подходит, да. Как и по цвету, как и по, прям, по размерам. Есть где там погулять, мыло набрать, пену отдать. Шикарное. Но, сам по себе, это, как бы, синтетика. Кучка хорошая. Да, держать удобно, лёгенький. Но, синтетика, как бы, хотелось бы получше, да. Немножко погулять. Хотя, если бы он просто не колялся, да, не кололся бы, то можно было бы ставить 5 баллов для походового варианта командировочного. Так, путь шаши. Ну, шаша, прям, шикарно. Прям, вот, её предназначение, да. Приехал, побрился, сложил, сумку кинул и уехал. Ха-ха-ха. Так, ну, это ладно, всё мы потом помоем. Так, и вроде бы, наверное, про всё сказали, про всё рассказали. Ну, свои вот эти бритвенные предметы. Такую сумочку моя жена выделила. Тут, в принципе, подмыло, да. Вот бритву, помазок, ну, и сюда что-то накидать ещё можно, перевожу. Бритва находится вот в таком походном чекле, на магнитах. Да. Оп, и всё. Соответственно, ручка, голова и лезвие. Но со временем, вот это, если, я не знаю, видите, нет. Если вот эта внутренняя подкладка, которая вот коричневая, отходит, да, и, в принципе, с трудом можно, ну, голову-то запихнём, а вот лезвия стопорятся. Пачка лезвий. То есть, сколько? Года три, наверное, и уже всё. Хотя не так часто беру. Просто лежат дома станки в них. Ну, что имеем, да. 200 там с чем-то рублей было стоили. Так, ну и всё, ребят, на этом, наверное, всё. Пойду-ка я заниматься шашлычками. Да. А вам? Хорошего дня. Ариведерчи. Инвестор. Инвестор. Вербázири. Аривед. Якэта настрörper. Аривед